Итак, я вас всех приветствую, давайте-ка мы с вами начнем, смотрите, у нас сегодня с вами первый день интенсивного продвижения, так как я работаю на две камеры, буду смотреть либо туда, либо сюда. Вот, смотрите, значит, продвижение это про то, чтобы за три дня нам с вами успеть, да, разобрать развитие продвижения своего проекта и блога, либо канала онлайн. Также мы с вами разберем целевую аудиторию и методику портрет клиента для выявления потребностей, соответственно, вашей аудитории и понимания, что им предложить. План простых действий и привычки, ведущие к успеху, мы начнем с вами формировать, сейчас об этом расскажу чуть-чуть подробнее. Вот, смотрите, на сегодняшний день у нас с вами получается, что есть два основных действия, которые нам с вами необходимо делать. Первая из которых это интересный и полезный контент. Причем писать его нужно так, чтобы вам самим было интересно и чтобы вы сами всегда могли вернуться и перечитать. Вот настолько полезным необходимо создавать материалы. Для чего это нужно, да, то есть это та самая посадочная сторона вопроса, да, почему люди должны к вам приходить, почему они к вам должны интересоваться и что, собственно, вы как специалист, как эксперт им предлагаете. И второй вопрос – это постоянный приток новых подписчиков и потенциальных клиентов. Как его обеспечить, на чем он основывается. Вот об этом мы с вами сейчас и поговорим. Напомню, да, что все материалы, которые я вам рассказываю, базируются на нашем базовом наборе онлайн-инструментов. У вас они могут быть другие, можете взять у нас. Без разницы, то есть мы сейчас с вами проговариваем, что нужно сделать, а как вы это будете делать, вы либо решаете сами, либо идете с нами дальше в марафон продвижения. Итак, все-таки интенсив и марафон продвижения – это про наработку полезных навыков. Полезные навыки – это те действия, которые нам с вами нужно совершать ежедневно. Да, это небольшой план простых действий для того, чтобы ваш проект работал, для того, чтобы необходимые для его развития и роста действия совершались. И это будет зависеть в первую очередь от ваших привычек. Не от того, что я скажу, а от того, как хорошо и как регулярно вы будете это внедрять в свою жизнь. Так, давайте с вами перейдем к первому вопросу. Это как раз-таки то место, куда вы ведете людей. Это может быть страничка в социальных сетях, это может быть канал, это может быть блог. Но мы с вами все понимаем, что у нас нет физического офиса, у нас нет магазина настоящего на земле или ларька на рынке. Мы с вами работаем в онлайн. Поэтому и инструменты нам нужны для интернет-продвижения. И это одна из его составляющих. То есть, так называемый ваш онлайн офис. Или онлайн магазин, или онлайн витрина. Или онлайн кабинет, если вы занимаетесь тем, что предоставляете какие-то информационные услуги. Так вот, я хотела бы узнать, а куда вы ведете своих людей? Где у вас посадочная? И давайте разберемся, в чем разница. Смотрите, те онлайн инструменты, которые мы применяем, они позволяют нам один раз, создав посадочную точку, она состоит из телеграм-канала и из телеграм-бота. Вот. Создавать фоновый контент в различных социальных сетях, запускать рекламу, запускать какие-то тестовые варианты и коллаборации с другими экспертами. Но отовсюду они приходят к нам сюда. То есть, или вы вот сейчас пришли ко мне в гости. То есть, в мою социальную сеть смотрите либо запись, либо сейчас участвуете в эфире. Соответственно, там должен быть порядок. То есть, с первого взгляда человек должен хотя бы примерно понять, что вы предлагаете. Почему? Говорю хотя бы примерно. Если вы ведете контент регулярно, да, а, допустим, те ваши акции и предложения вы уже разместили, условно говоря, в понедельник. А человек к вам добавился в восторг или в субботу, то, соответственно, что у нас с вами происходит? Он, когда заходит, он видит то, допустим, юмористку какую-то, да, или какой-то отзыв вы написали, что написал вам ваш клиент. Или разбираете какую-то методику, касающуюся вашего товара или услуги. Да, но он хотя бы примерно должен понимать, про что это. Это про обувь, про цветы, про жизнь, про мыши, про автомобили, про то, как мне зарабатывать в интернете, про то, как мне решить свои какие-то психологические вопросы. То есть, да, или там, могу ли я чему-то здесь научиться, там, допустим, зелень выращивать, букеты зефирные собирать и так далее и тому подобное. Понимаете, да? И, соответственно, следующий вопрос, на который отвечает обычный человек, прежде чем зайти в вашу посадочную страничку или же на рабочую страничку, это как и куда нажать. Для этого в Телеграме мы закрепляем сообщения с кнопками, для этого мы в сообщениях вставляем ссылки. И, соответственно, в фоновых социальных сетях тоже мы вставляем ссылки с целевым действием, для того, чтобы человек попал либо напрямую в год, чтобы он мог что-то купить, либо, допустим, в наш Телеграм-канал, чтобы получить больше информации. Соответственно, эти все вопросы решает контент. Это то, о чем вы пишете, давая понимание, какие задачи и проблемы вы можете помочь решить человеку, или каких его целей достичь. Да-да, люди приходят не за пылесосом, а они приходят для решения проблемы с уборкой, для освобождения своего времени. Немножко отвлекусь, заговорили за свободное время, которое освобождает наш набор онлайн-инструментов для людей. И выявилась забавная тенденция, что люди не знают, куда деть свое свободное время. Казалось бы, да, куча всего нужно сделать, вот не просто нужно, а необходимо сделать. Но люди боятся освобождать свое время, потому что не знают, чем его займут. Вот мое предложение – это занимать свое время тем, что начинать решать проблемы. Сейчас сяду по-другому. Хорошо? То есть у вас в жизни достаточно семейных задач, в отношениях задач, по личному росту или саморазвитию. Куча задач. И, соответственно, давайте освобождать свое время для того, чтобы жить. Да, ваша жизнь – это не о том, чтобы вы сидели на работе. Или не о том, чтобы вы там во все странички выкладывали контент или создавали его. То есть все эти процессы можно автоматизировать. Слушайте нас, будем делиться, как это делаем мы. Хорошо? То есть вот это и есть набор онлайн-инструментов. Когда вы понимаете, где нужен молоток, где отвертка в интернете, да, где нужен канал, где нужен бот, где нужны документы, как принять оплату, о чем написать контент, как это сделать, чтобы информацию человек получал постепенно, так, как вам нужно, как отвечать на заявки, что ему говорить, какие регулярные действия должны быть в вашем проекте и так далее и тому подобное. Поэтому, да, в гвоздь можно забить отвертку. Пробовала, честное слово, можно. Но это неудобно. Проще взять молоток. Вот с онлайн-инструментами точно так же. Дальше. Смотрите. Для того, чтобы вы могли себя контролировать, да, мы говорили про наработку полезных привычек, которые сформируют ваши успешные бизнес-навыки. Мы чаще всего используем бизнес, не бизнес-трекер, да, а трекер дня, где расписаны основные ключевые действия, которые необходимо делать владельцу проекта либо его помощнику. Давайте я вам немножечко об этом расскажу. Вот смотрите. Основные, кстати, предлагаю пользоваться анкетой, я вам ее скину. То есть посмотреть, что вы делаете уже сейчас и что вы планируете добавить. Анкета, она у нас непростая, в ней буквально несколько вопросов, где один общий, и дальше каждый вопрос разделен на подпункты, что конкретно вы по этой теме сегодня делали. Вот, например, основные действия дня, да, это сбор базы контактов подписчиков либо клиентов. Сбор базы. Второй момент – это написать или создать контент. Третий момент – это разослать сообщения либо разместить объявления. Четвертое – провести эфир или онлайн-встречу. Пятое – сделать звонки. Шестое – добавить в канал группу, блок людей, потому что без притока новых подписчиков, соответственно, не будет новых клиентов. Следующий момент, по-моему, седьмой, да, потому что здесь нет цифр, это настройка рекламы. Как это делать? Смотрите, у нас, по-моему, с 16 февраля начнется интенсив про рекламу. Дальше – это выезды, мероприятия, встречи. Это то, что вы делаете, соответственно, уже создав предварительные договоренности. И восьмой пункт обязательный – это выходной или отдых. Не забывайте себе его устраивать. Также в анкете, ну, помимо того, что каждый пункт еще более подробно расписан, есть вопрос такой, да, это ключевое действие дня. Таким образом, вы можете завести канал либо страни группу в соцсетях, либо есть специальные приложения, можете в тетради писать. Когда вы начнете отмечать, да, что я делал, какие-то свои выводы, какие-то свои заметки, какие-то свои инсайты, ваш мозг, да, ваше мышление начнет перестраиваться, как говорится, на бизнесовое. Самое, естественно, для вас. Хорошо? То есть вот у вас будет первое задание – это посмотреть в наш трекер и, соответственно, написать, что вы уже регулярно применяете и как регулярно, и что планируете применять. Также подобные анкеты или трекеры привычек, они позволяют вам держать себя в тонусе. Поэтому еще одно задание – это проверить свой канал, как он оформлен, что вы там пишете и какие ценности трансплируете, что продаете и в чем польза. Вот смотрите, был, ну, как бы не первый раз рассказываю, очень часто бывает прям ступор у людей, что такое ценность. То есть есть ценности про «я хорошая хозяйка», «я добрая, отзывчивая, ответственная» и так далее, но это личные ценности. А есть ценности, которые мы транслируем, да, то есть наш проект, наш бизнес по отношению к вам, какой он, да, мы о вас заботимся, ну, это сейчас со всех щелей фами. Допустим, мы о вас заботимся, мы там о вас подумали, мы создаем вам комфорт, вот что мы для вас делаем. Вот, и, пожалуйста, еще раз напомню, сверьтесь по нашему трекеру и, соответственно, написав список ценностей, кстати, это еще одно задание, напишите список ценностей своих, как эксперта, то есть личных, и ценности, которые вы транслируете через свое бизнес-предложение. И составьте 3-5 постов черновичков в комментарии либо в командный чат. Это посты, где вы транслируете свои ценности. Расскажите о себе, расскажите о своем проекте, приведите какие-то ситуации из жизни, где вы показали себя, как, допустим, честный, порядочный, ответственный, заботливый, добрый, внимательный и далее по тексту. Именно специалист. То есть вы пишете, давайте так, 3, где вы рассказываете о себе, да, но все равно с позиции своей экспертности. И 3, где вы рассказываете о своем бизнесе или о своем проекте, где тоже показываете, подсвечиваете, да, как это называется, те ценности, которые вы заложили в свой бизнес. Спасибо.